Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Первое марта По одному из календарей у славян заклички и весенний стребок По народному месяцу слову Маримьяна Кикимора В этот день христиане чтят память проповедницы Мариамны, жила в первом веке Трудно сказать, когда и как превратилась святая праведница в народном календаре в Маримьяну Кикимору А вот почему праздники, дни богов и разных духов отмечают по несколько раз, пожалуй, можно объяснить Известно, что на территории Руси несколько раз менялись календари Некоторые рода вносили изменения в датах празднования знаменательных для них дат, другие нет А так как территория нашей любимой Руси по всей протяженности по широтам и меридианам большая То и природные календари у разных ее мест отличаются друг от друга со сдвигом в несколько дней, а то и недель Праздники же РПЦ соответствуют календарю, составленному по старому стилю, то есть с запозданием в две недели Поэтому и Кикимора может иметь в календаре еще один свой день Так вот, Кикимору люди представляли себе по-разному И хозяйкой избы, и женой домового или лешего, и в виде уродливой старухи маленького роста И девки с длинными черными волосами, белым лицом и черными глазами Говорили, что жить она может не только на болотах, но и в доме, в бане, в хлеву, на гумнах, в курятнике, в пустых строениях Кикимора может по мелочам вредить обитателям дома, но может и помогать хозяевам, предупреждая о надвигающейся беде Тогда она выходит из подполья и плачет Также в народе говорят, что чуткое и любящее сердце женщины может и Кикимору из вредной и невыносимой сущности сделать помощницей в доме Так что есть о чем призадуматься Чем же еще знаменит первый день марта? В некоторых весях его называют новичок В прошлом, первого марта, у российских крестьян оканчивались сроки по зимним наймам и начинались наймы весенние О погоде этого дня говорили, вздел ярила зиму на вилы И примечали, вороны каркают громко, скоро похолодает Зяблик надрывается, идут холода Усилился ветер ночью, жди обильных осадков и потепления Густой туман первого марта, лето ненастным будет И добавляли, если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкое и здоровое чадо Если женщина наберет снега и в полдень оботрет им руки, они будут чистыми и нежными Талая вода и снег, которые собраны первого марта, считаются целебными А ведь в первый день марта по одному из календарей у славян заклички и весенний стребок Заклички отмечаются через 27 дней после громницы Призывают птиц из Ирия Первого марта проводят обряд закличек весны, богини живы Девицы, стоя на высоких местах, при горках или крышах, глядя на восток, поют Весна, весна красная, приди весна с радостью, с великой милостью С ольном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными Весна красна, на чем пришла, на чем приехала, на сошечке, на бароночке Растилают на поле новый холст, кладут на него круглый пирог И вновь, обращаясь на восток, произносят «Вот тебе, матушка, весна!» С этого дня начинают петь весенние обрядовые песни веснянки Посвященные богине девичьей любви Леле, покровительнице влюбленных Летописи Киевской Руси отчисляли новые года от 1 марта Вплоть до конца 15 века, это начало весны, возобновление Явы, жизни природы, это первый день мироздания Начало нового года в лунно-солнечном календаре приходилось на новый месяц, юнца, так еще называли март В этот день проводили общую обрядовую Тризну в честь предков и провожали зиму, призывали приход весны, которая представлялась в виде красивой молодой девушки Проводились игрища, разыгрывался спор между зимой и весной Устраивались соревнования, весне помогали прийти обрядовым пением Этот день посвящен прославлению весны и зазыванию сил добра и жизни в мир Весенним стрибогом зовется сей день, потому что пространство начинает наполняться силами весны Славяне призывают стрибога явиться в ликах теплых южных ветров Поэтому на закличке, собираясь на капищах, святилищах или в родовых поселениях Славяне творили требы стрибогу А кое-где в этот день и бога Ярилу чтят Ярила почитался не только как символ плодородия, он считался еще и пахарем Поэтому деревенские мужики в этот день принимались вправить сельскохозяйственный инвентарь Саху, Барану и другие Празденство в честь Ярилы сопровождалось народными гуляниями, песнями, плясками вокруг костров И часто затягивалось на всю ночь Но весенние разгульные праздники еще впереди А пока на студеной, продрогшей земле плотно, будто на веки вечные, залег снег Иногда он лишь сердито крякает и нервно поводит плечами, обожженными горячими Яриловыми лучами Да и живо появится, когда зазеленеют поля и пашни Расцветут луга и сады И птицы, верные ее спутнице, будут приветствовать ее каждое утро нового дня веселым, ликующим пением Закликайте весну! Счастья вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова